Трёхдневный траур объявлен в Португалии в память о погибших в результате масштабных лесных пожаров в округе Педрогао-Гранде. По предварительным данным, жертвами стихии стали 62 человека. И пока борьба с огнём не выиграна. Все подробности узнаем от Татьяны Лагуновой. Евросоюз готов помочь Португалии справиться с лесными пожарами. Самолёты для тушения огня уже направили Франция и Испания. Всю необходимую технику готовы предоставить и другие страны ЕС. Пожарные самолёты Португалии очень нужны, по данным СМИ. На момент возгорания у страны были всего лишь две подобные машины. Клубы густого дыма и охваченные огнём лес, кадры снятые с воздуха, только подтверждают оценку португальских властей. Таких масштабных пожаров в стране не было много лет. С огнём сотни пожарных борются уже третий день, но пока им удалось только локализовать стихию. Наша боль безгранична, как и солидарность с родственниками погибших. Десятки унесённых жизней в результате пожара – это беспрецедентная трагедия в истории Португалии. Более 60 погибших – это предварительные официальные данные. Люди сгорели заживо, спасаясь на авто от пламени. Трассу, по которой они пытались выбраться из зоны бедствия, уже назвали дорогой смерти. У нас каждый год весные пожары, но такого я ещё не видел. Так много погибших, и до сих пор лес горит. И это якобы был не поджог. По предварительным данным, пожар начался из-за удара молнии. Она попала в сухое дерево, а потом в условиях жары и сильного ветра огонь быстро охватил лес. Но пока это только версия. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер».